Всем привет! Это видео о том, как сделать сброс ноутбука к заводским настройкам. В одном из предыдущих видео мы рассмотрели, как сбросить Android-устройство к заводским настройкам, восстановив таким образом его работоспособность. Ссылка в описании. Подобным образом можно вернуть к жизни и ноутбук с Windows. Но для этого на жестком диске ноутбука должен присутствовать особый, предустановленный производителем раздел восстановления. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Сброс ноутбука к заводским настройкам – это полностью автоматическая переустановка Windows со всеми приложениями и драйверами, которые были предустановлены производителем. По завершении сброса вы получите ноутбук в том состоянии, в котором он находился на момент покупки. Во время сброса происходит развертывание Windows из резервной копии, которая расположена на особом скрытом разделе восстановления. Увидеть его можно, если войти в меню «Управление дисками». Обычно он так и называется «раздел восстановления» и имеет объем от 5 до 20 ГБ, но в принципе может быть любым, в зависимости от объема заводской системы. Без этого раздела вы не сможете восстановить ноутбук до заводских настроек. Этот раздел может отсутствовать в результате ошибочного удаления при ручной переустановке Windows или если ноутбук приобретался без ОС. Обратите внимание, при сбросе системы будут удалены все данные с диска C. Очередность действий при сбросе ноутбука к заводским настройкам может отличаться у разных производителей. Но отличия не существенны, а алгоритм действий схож. Первое, что требуется сделать – это перейти в среду восстановления ноутбука. Способы сделать это у разных производителей ноутбуков разные. Давайте рассмотрим такие для самых популярных. В некоторых производителей для этой цели предусмотрена специальная отдельная кнопка. Как Nova Button у Lenovo или Assist у Sony. Такая кнопка может быть расположена как вверху общего меню устройства, так и на боковой или тыльной панели. Воспользоваться ею можно как из-под запущенной операционной системы, так и при выключенном компьютере. В результате запустится меню, в котором выберете необходимое действие. Обычно это System Recovery или Recovery Your System. Но у большинства ноутбуков для входа в среду восстановления, необходимо перезагрузить компьютер и до момента начала загрузки системы, кликая нажимать или нажимая удерживать одну из функциональных клавиш. Это может быть F9 у Asus. Alt плюс F10 у Acer. У HP при включении ноутбука нажмите клавишу Escape. Войдите в меню запуска. Далее нажмите клавишу F11. Samsung – F4. Toshiba – F8. Но на последних моделях может быть 0. Или даже бывает, что нужно зажать функциональную клавишу Fn плюс 0. Dell – F8. Fujitsu Siemens – F8. LG – F11. Lenovo – F11, если нет отдельной кнопки. Sony, если нет кнопки Assist, может быть F10. В результате запустится среда восстановления системы – диспетчер загрузки Windows или дополнительные варианты загрузки. Дальнейшие действия я покажу на имеющемся в наличии Dell устройстве. Но, как я уже говорил, на ноутбуках других производителей алгоритм будет аналогичным. В появившемся меню выберите «Устранение неполадок компьютера» или «Запуск центра восстановления» или «System Recovery». Компьютер произведет загрузку необходимых для восстановления файлов. После этого выберите язык и учетную запись пользователя. И перед вами появится окно «Параметры восстановления системы». Обычно последним пунктом данного окна «Параметры восстановления» будет пункт с названием фирменной программы для бэкапа и восстановления системы от производителя вашего устройства. Так, на моём Dell устройстве – это Dell Backup & Recovery. Но у других производителей это может быть соответственно – Toshiba HDD Recovery, Центр восстановления Sony VAIO, HP Recovery Manager, Acer Recovery Management, Samsung Recovery Solution, Lenovo 1K Recovery и т.д. Но также имейте в виду, что иногда, нажимая необходимую клавишу, ноутбук может сразу загружать утилиту восстановления, минуя среду восстановления Windows. Чаще так происходит при наличии отдельных клавиш для восстановления, как Assist или Nova Button. Если Windows на вашем ноутбуке загружается, то любую из этих утилит для восстановления можно запустить из подработающей системы. Если Windows не загружается или утилита восстановления заводских настроек ноутбука по каким-то причинам не работает, то сделать сброс можно только из среды восстановления. Выбираю Dell Backup & Recovery, как в моём случае. Загружается непосредственно интерфейс самой утилиты для сброса ноутбука к заводским настройкам. Выбираю Расширенные опции. Обновление до заводского состояния. Восстановление только системного раздела. Далее. Далее ничего не трогайте. Процесс восстановления автоматически и не требует никаких действий пользователя. Во время восстановления компьютер несколько раз перезагрузится. Восстановление завершено. Перезагрузить. И в результате, после перезагрузки, ноутбук загрузится в заводском состоянии. В том, в котором он приобретался. Будут восстановлены все предустановленные производителем программы. Как видите, ничего сложного. В деталях процесс отката ноутбука к заводским настройкам Windows 7 или Windows 10 может отличаться. Все это в общем не существенно. Главное, чтобы на жестком диске присутствовал рекавери раздел. И чтобы файлы заводской резервной копии не были повреждены. В противном случае для восстановления работоспособности Windows потребуется как минимум установочный диск с операционной системой. О том, как установить Windows флешки или диска есть отдельное видео. Ссылка в описании. В одном из следующих видео я покажу как самому создать раздел восстановления системы к заводским настройкам. И как восстановить систему из него. Не пропустите. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.